Все дети верят в чудеса, волшебство и сказки. Детские спектакли издавна преподают детям доступным для их понимания в виде элементарные человеческие истины. Что такое хорошо и что такое плохо, как нужно вести себя в различных ситуациях. И, конечно же, рассказывают увлекательные и познавательные истории. О том, как оживают и кем создаются куклы, расскажем сегодня в программе «Культурная виза». Здравствуйте! Как вообще в театре создается спектакль? Тот же самый процесс происходит и у нас в нашем театре. Обычно какой-то замысел будущего спектакля рождается в голове у режиссера. Затем, либо это происходит от материала, скажем, пьесы, или режиссер, который сочиняет сам спектакль. Может и такой. Затем эта идея обсуждается с художником-постановщиком. Художник-постановщик через какое-то определенное время уже приносит такой визуальный результат, скажем так, эскизы. В театре располагаются четыре цеха – бутафорский, швейный, столярный и конструкторский. Через них и проходят куклы, прежде чем попасть на сцену. После утверждения экскизов происходит дальнейшая техническая работа. Образы начинают воплощаться и обретать форму. У нас, в отличие от других театров, в частности от драматического, главный герой – это куклы. Поэтому, в первую очередь, начинают создаваться вот эти куклы. Когда начинаются задумки режиссера, художника, постановщика, даются задания. Ну, вот, допустим, нынче надо сделать старушку с старика и старушку, а к ней вот руки, ноги. Делаются из папье-маше, выявляются, ну, в смысле, где-то изготавливаются. А часть вот из дерева. Ну, вот сейчас вы находитесь в нашем бутафорском цехе. Кукла начинает свое рождение в нашем цехе. Потому что художник приносит сюда эскизы. И по этим эскизам мы начинаем делать кукол. Вот сейчас у нас в руках кукла Петрушечная из спектакля «Детский сад». Она пришла к нам в ремонт. Ей нужно поменять рубашку, сделать ей новые ручки. Вот, например, уже эта готовая кукла, которую уже отремонтировали. Вот ей мы пошили руки, отбутофурили голову, сделали новый слой папье-маше. Все необходимое для действия тоже изготавливается здесь же, в бутафорском цехе. Театральные принадлежности и реквизит. Что такое реквизит? Это уже готовые изделия, которые используются в спектакле. Это может быть, допустим, какие-нибудь там предметы домашнего, да, обехода. Стол, ложка, вилка, я не знаю, там, дрова, метла и так далее. Музыкальные инструменты. Это все по понятию реквизита. В бутафорском цехе изготавливаются те самые реквизиты. Далее начинается работа в швейном цехе. Здесь рабочий процесс в самом разгаре. Мы уже работаем в тандеме с художником и актерами, потому что это даже вот эту куклу вот так на руки одеть, и то нужно, чтобы актеру патроны подошли, длина пальцев. Разные образы, разные роли, разные виды кукол. Среди которых различают несколько типов. Например, вот такие тростевые. Они почему называются тростевыми? Потому что в руках у них вот трости. Вот это вот паркетная кукла. Она двигается вот так вот. Тоже деревянная, да? Да, она к ополу как бы. И актер открытым способом двигает. Марионетка – это от слова то, что на ниточках. А вот эта петрушка. И вот она. И вот это движение тут. Мы еще делаем ростовых кукол, у которых, например, актриса заходит и одевает. Вот она, например, на себе на голову так. Как бы в костюме. Она сама в костюме получается. Ножка. Красивая. Вот эта вот полумарионетка, полу-эшто. Такая, видите, смотри, смотрите, такая смешная. Многие два актера играют, видите, на ноги одеваются, да? Угу. И каждый актер берет. Получается, что она одевается. И один актер, значит, движет бедрами, одной рукой и одной ногой. Кукла главная фигура в спектакле. Одним из ключевых моментов в кукольной постановке является поиск образа героя. В драматическом театре поиск образа происходит внутри актера. Потому что актер, я есть актер на сцене. Это мое тело, это мои руки, это мое лицо, это моя душа и сердце. В данном случае здесь нужно художнику и режиссеру очень подробно, скажем так, как патологоанатомы своего рода, поискать образ, визуальный образ куклы. Из чего будет делаться кукла? Либо это папье-маши, либо это деревянные куклы, либо это тряпичные куклы, либо это теневой театр. Тут, тут, я, шут, со мною подойдет шесть мерзких жаб, которые уж лет 500 пытаются вас все оживить. Театр темноты. Так называется творческий проект Тартоваши в 2013 году. Уникален прежде всего тем, что исключает привычное для человека зрительное восприятие театрального действия и обостряет ощущения. Сегодня рамки этого жанра расширены. В ноябре 2014-го состоялась премьера спектакля «Тени старого замка». Необычный перформанс в режиссуре Эрдыни Жалсанова и на сценировке Бориса Виноградова показал, что правила иногда можно нарушать. Раньше существовали определенные каноны, придуманные мэтрами того времени. Но на сегодняшний день, конечно, есть незыблемые правила, но есть и те надуманные, скажем, правила и каноны, которые мешают творчеству, мешают фантазии. И здесь надо быть, конечно, смелым, дерзким и не привязываться к каким-то определенным надуманным канонам и правилам. Я в этом отношении абсолютно не привязан к канонам. А почему? Потому что я не получил образование как режиссер театра «Кукла». Я обычный драматический актер и режиссер. И мне кажется, что это не мешает работать мне в театре «Кукла». Труппа театра неоднократно показывала свое мастерство на различных театральных фестивалях. Так, в апреле 2006 года спектакль по пьесе Ардени Жалсановой и в его постановке «Поющая стрела» был выдвинут на национальную театральную премию «Золотая маска» и стал лауреатом этой премии в номинации «Лучший спектакль в театре «Кукол». «Кукол» 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 «Довольно». «Мне время пить чай». «Чувствую в спине холодное железо». «Откуда оно?» «Поднимайте тревогу!» Сегодня в репертуаре театра идут около 40 спектаклей, в том числе поставленные по мотивам русских народных сказок. «Лисенок плот», «Гуси», «Лебеди», «Морозка» и другие. Кроме этого, есть постановки для возраста от 18 лет и старше. Например, пластический спектакль «Игра в 44 руки». Здесь очень много нюансов. Либо это может быть как пародия, скажем так, да. Кстати, вот именно театр «Кукол» очень часто использует такие моменты, вот жанр пародии. Либо это может быть уже настоящая классика. От классики как бы никуда не отойдешь. Или это уже новые какие-то формы подачи, скажем так. Режиссеру вдруг захотелось именно вот так вот сделать спектакль из коряк. Торопиться не надо. «Наше днём хорошо ходи. Вечером будет дождь. Тебе и сам посмотри. Видишь, маленькие птицы, туда-сюда ходи, играй, кушай. Дождь скоро? И вот тогда тихонько сиди, всё равно спи». В 2007 году стартовал международный театральный фестиваль «Путь кочевника», организатором которого выступил театр «Ульгер». Участниками фестиваля стали российские и зарубежные театры. Тогда же был реализован проект «Байкальское кольцо». Он объединил театры кукол, расположенных вокруг озера Байкала. О, беру! В поисках пошёл один. А? Один? Один! В 2010-м ещё один спектакль удостоился главной театральной награды России. Художественный руководитель театра режиссёр Эрдений Жалцанов получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссёра в театре кукол» за спектакль «Под вечным светом Кумалана». ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Детский спектакль для театра – дело нужное, но хлопотное и в высшей степени ответственное. Ведь ребенку здесь прививают художественный вкус, учат дружить, быть активным и любознательным. Спектакли от театра «Куколь Ульгер» – мудренние и искренние истории, где зло всегда будет наказано, а победить его помогут не только волшебство, но и доброта, бескорыстие и любовь. Ведь все хорошее не исчезает без следа. С вами была Наталья Китаева на Первом Альтернативном. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok